Доброго времени суток, с вами Борис Орден. Как понять, что наш суровый мир стал чуточку лучше? Правильно, если вышел новый ролик канала Объект. Знаю, знаю. В плане обзора игр я тот еще слоупок, потому что не гонюсь пройти их в день выхода. Соответственно и обзор подготовить оперативно не удается. Ну не выдумывать же впечатление о том, чего я не попробовал, правильно? Естественно! Мнение по Terminator Resistance вышло ровно тогда, когда я ее попробовал от и до. То есть через полгода после выхода. А ролик сюжета The Terminator Future Shock вообще сделал аж через 25 лет после выпуска игрушки. На секундочку 1995 года. Так что если брать за норму выхода моих игр обзоров от 6 месяцев до четверти века, с дополнением к Resistance я даже поспешил. И рассказываю про него всего лишь через несколько недель после его внезапного появления. Медаль Ордену! Медаль за такое достижение! Ну ладно, шутки в сторону. Хочу поведать вам о своих ощущениях от DLC под говорящим названием Infiltrator Mode. По-нашему режим лазутчика, разведчика, ну или просто инфильтратора, как привыкли говорить фанаты франчайза. Что нужно сразу понять? Дополнение абсолютно бесплатно. Те, кто уже купил игру или только купит, получают его просто так, без дополнительных вложений. И это сразу же снижает критическое отношение. Дареному коню зубы не смотрят, не так ли? Впрочем, постараюсь перечислить как плюсы, так и минусы продукта. Потому что иначе в чем вообще смысл разбора? В игре Терминатор Сопротивления мы играем за повстанца Джейкоба Риверса, который познает все прелести своей постапокалиптической службы, выполняет задания, валит роботов и вообще всячески способствует процветанию человечества и закату эры машин. В DLC же игрок оказывается по другую сторону баррикад и принимает управление над андроидом 800 серии, да не просто какой-то там модели, а срисованной с Франка Коломбо и его Терминатора из будущего в первом фильме. Является ли он тем же самым персонажем, 100% неизвестно, потому как кроме схожей внешности, других фактов, говорящих об этом, просто нет. А судя по модели 1.0.1, для Скайната было нормально клепать роботов с одинаковым камуфляжем, и если он повторял Шварца, то возможно повторял и Коломбо. Впрочем, нет фактов и противоречащих тому, что это тот самый убийца, напавший на бункер Скайлом Ризом. Ведь сцена с ним заканчивается тем, как он крушит всех вокруг, и никто его на части не разбирает. В начале игры Т-800 изрядно помят. Кожа повреждена в множестве мест, что позволяет предположить, что из того бункера он выбрался не без косметических потерь. При этом функционал у него, кроме способности к внедрению, в полном порядке. Может спокойно пользоваться оружием и не просто медленно ходить, но даже бегать. То есть никаких критических поломок, как у хромоногого злодея в конце оригинала. По сюжету требуется найти достаточное количество розовее данных, после чего узнать о местоположении командира Рамириса с последующей его ликвидацией. Как только это происходит, инфильтратор находит информацию по Джону Коннору и узнает о его матери Сари. Таким образом, нас подводит к тому, как Скайнет решил воспользоваться своим тактическим оружием, машиной времени. После утерянных данных в результате судного дня, все, что он смог выудить про Коннор, это имя и город. Правда, и этого хватило, чтобы 101-й засланец ее нашел. Непосредственно за Терминатора поклонники в последнее время могли сыграть в гостевых играх, Gears 5 и Mortal Kombat 11. Но сеттинг, который их окружал, был все-таки чужим. Здесь же появился шанс побродить среди тех самых ностальгических развалин и поистреблять мясные мешки. Так как продукт бесплатен, перечислю не откровенные минусы, а скорее вещи, за которые стоит разработчиков малость пожурить. Они заявили, что предоставили совершенно новую карту. Отчасти это действительно так. Однако элементы в ней скопированы прямиком из компании, только скомбинированы между собой по-другому. Так что чувство дежавю присутствует постоянно, ибо очень узнаваемо. Модельки вражеских персонажей аналогичные. Причем неприятно, что использованы не только второстепенные рядовые бойцы, но и значимые, типа доктора Мака и самого Джейкоба, ставшего здесь просто снайпером. Уже это не позволяет считать историю полностью каноничной относительно сюжета одиночной кампании. Скорее просто как песочницу. Красное зрение Терминатора практически лишено обозначений, цифр и прочей атрибутики. При этом с ним просто все хуже видно на дальние расстояния. Было бы оптимально улучшить видимость и добавить узнаваемые иконки, помимо схемы ремонта. Зато при желании можно включить обычный режим и лишний раз не ломать глаза. Я старался побольше ходить с красным видом, но все равно приходилось его частенько вырубать. С учетом низкой продолжительности, апгрейт стволов сделан для галочки, ведь их полно, а органические враги не отличаются запредельной живучестью. Перепрограммированных роботов, которые могли бы стать для нас суровыми противниками, тут нет. Но DLC как раз и позволяет почувствовать себя неубиваемой машиной, способной вынести уйму беззащитного народа. Дали забавную возможность хватать людей и швырять ими на расстояние, будто глумясь над этим киноклише, которое в том числе прочно поселилось во вселенной Терма. Помимо уже имеющихся стволов, появились пистолет Эми Хардболлер Лонг Слайт, которым орудовал первый киллер, а также гранатомет М79 и миниган, доставшиеся уже дяде Бобу. Все, дабы мы лучше прочувствовали себя в шкуре Т-800. Не обошлось и без пасхалок. Граффити Сары на стене, взятые с фотографии со съемок в Мексике. Чертеж пауков Центурионов, которые должны были попасть во второй фильм, но ради сокращения бюджета вырезаны. Бар Технуар, в котором жизнь юной официантки полностью переменилась. Меня порадовала обнаженная до эндоскелета левая рука, потому что мы постоянно видим ее в кадре, и это отличное напоминание за кого приходится играть. Все-таки это шутер с вытекающим из его сути видом от первого лица, а Франко Коломбо за всю игру появляется только в начале и конце. Вообще, дополнение выглядит как любительская модификация, призванная лишний раз затащить игрока в полюбившийся мир, но не претендующая ни на что больше. И если б за нее требовали денег, это было б не очень разумно, ведь допиливать нужно сильно. И увеличить продолжительность, и добавить больше геймплейных механик, и контролировать уровень сложности, как с тем же выставлением перепрошитых роботов, и введение полноценного сюжета, а не двух кат-сцен в нескольких вводных. Добавить машин-союзников, дневники с возможностью чтения, какие-то нестандартные задачи, неожиданные ходы. Только все претензии же разбиваются о бесплатность DLC. Да, оно примитивное и явно не шибко трудозатратное. Тем не менее, дается просто так. Разработчики малой кровью смогли лишний раз привлечь колеблющихся и немного порадовать уже имеющихся игроков. Причем дополнение первое, но не последнее. В обновленных файлах, кроме и пока неизвестных, появились модельки Кайло Риза, его напарницы Ферро и Т-600, как с Энда, так и с резиновым покрытием, явно слизанным из Salvation. Вот кто бы знал, что полякам с компанией T.ON, сделавшим невнятный тир по Рэмбо и несколько лет назад анонсировавшим глупо звучащую игру Terminator CD Video Game, удастся создать пусть и бюджетный, но с любовью созданный проект, который многим поклонникам нравится больше, чем все последние фильмы вместе взятые. Плюс, он станет обрастать дополнениями и даже комиксами по мотивам. Ага, после обновления появились две истории. Одна посвящена командору Бэрон, а другая доктору Маку. Называются они Zero Day Exploit, то есть уязвимость нулевого дня. Данный термин применяют, чтобы определить неустраненные уязвимости, не найденные разработчиками дырки в программном коде на стадии тестирования, а также вредоносные программы, вирусы, сетевые черви, боты и трояны, против которых еще не разработана какая-либо защита. Но в этом ролике речь все-таки не о комиксах, а об Infiltrator Mode. Мой вердикт с учетом всего вышесказанного вполне имеет право на жизнь. Если вам понравилась Terminator Resistance, то не будет лишним чутка пробежаться и за бортом Т-800. Главное, многого не ждать, а просто порадоваться такой возможности. Чай не избалованы мы АА-проектами по вселенной Джеймса Кэмерона. Кстати, после этого ролика советую ознакомиться с сюжетом, упомянутый в начале The Terminator Future Shock. На удивление вышел весьма любопытным. И прежде чем мы закончим, хотелось бы почитать ваше мнение. А как вы считаете? Напишите в комментариях. Не поленитесь поставить лайк, сделать репост и подписаться на канал Объект. Это сделает мир чуточку лучше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok